итак приветствую вас дамы и господа сегодня обзор на бат ашваганда после двух месяцев использования формации достаточно много поэтому давайте начнем по порядку чтобы мне не повторяться значит сразу же запоминайте будем на примере рассматривать польские польская фирма островит почему польская потому что самая высокая цена качества соответственно и и алиса подожди и то есть очень дешево можно брать буквально можно за 12 евро взять 60 капсул и самая главная дозировка от этой дозировки будем отталкиваться 50 миллиграмм вита витонолидов до витонолидов так вроде правильно произносится то есть вообще что такое ашваганда до ашваганда она действует как бы тремя способами первый способ такой что повышает тестостерон используются качками как тестостерон-бустер и сейчас она все больше больше используется потому что и других аналогов просто по тестостерон-бустеру без побочных эффектов просто не существует лучше только вкалывать их тестостерон с шприцом но тогда будет как бы побочные эффекты от тестостерона поэтому это самое эффективное что есть вообщем и там какие-то невероятные цифры если данные проанализировать по моему плюс 50 тестостерон увеличивается на процентов и как бы это доказано понимаете это не фейк то первый момент второй момент что за счет чего тестостерон повышается за счет того что идет как бы идет хочет свалить уже идет понижение кортизола второй эффект который наказывает и все негативные эффекты там оскуфенивание и так далее они из-за того что кортизол повышается нормы кортизола повышаются и он понижает кортизол это же очень существенные понижение как и кортизола идет и но это происходит это второй момент на самом скажу кортизол повышается только в дозировке 50 миллиграммов поэтому я сразу же на это обратил внимание чтобы не забыть до начале видео если вы берете какой-нибудь дешевый дешевый ашваганду там будет 5 например витатриенолов и она ничего нифига действует не будет по-русски говоря то есть эффекта вы никакого не заметите а нужно именно 50 или 100 это рабочая доза для для этого вещества то есть 50 или 100 вид витатриенолов а сколько там экстракта шваганды не так важно главное чтобы на упаковке было указано или в инструкции сколько там содержится витатриенолов этого важное много раз повторяю что от этого будет эффект весь эффект зависит именно от вот этого действующего вещества поэтому не перепутайте и третий эффект который оказывает ашваганда шокирующий такой что он повышает нейротрансмиттеры в головном мозге если вы вобьете ну спросите у оракула то оракул подтвердит я имею ввиду чат gpt да что почти все нейротрансмиттеры в головном мозге они изменяются под воздействием больших доз ашваганды это действительно шокирует что это означает на практике на практике это означает что просто невероятное спокойствие какое-то ну ты даже кого-то душишь в интернете да например и ты как бы абсолютно спокоен при этом то есть тебе хочется играть там в игры душить кого-то да то есть там подушивать этом двочевать но при этом ты невероятно спокойно как-то внутри и это только на больших дозах проявляется 50 достаточно витотриенолов чтобы было миллиграммов на одну капсулу в день я употребляю я даже 100 миллиграмм не употреблял вот и невероятное спокойствие я ощутил просто ну просто ты спокоен и даже после виски когда например ты выпьешь тебя через день пониженный эмоциональный фонда после виски и даже в этом случае у тебя идет как бы изменение нейротрансмиттеров если двойную дозу употребляешь но в этот день когда у тебя понижены нет нет консмиттеры и просто спокоен то есть они раздражает многие знают там пивные алкаши типа димона они в очереди стоят там злются злятся на всяких ну просто он рассказывал там в очереди стоит такой злой становится за пивом на чтобы похмелиться там и как раз ты становишься спокойным из-за того что все нее трансмиттер у тебя изменились в головном мозге это тоже как бы приятный бонус это не основной эффект как бы но как бы очень очень приятно так что такие эффекты дополнительные есть самый главный эффект из-за которого я в общем-то и начал употреблять ашваганду сейчас я вам продемонстрирую все все именно задокументированная научно да то есть смотрите вот я как бы сижу на диете ограничение минус 32 процента калорий рекомендуется максимум минус 25 процентов ограничения калорий а у меня 3 минус 32 но на практике даже минус 42 получается потому что если ты спортом занимаешься там да нибудь сходил то я 90 процентов калорий только кэшбэк делаю то есть из потраченных 90 процентов съедаю еще получается к тому что у меня дефицит минус 32 процента у меня еще добавляется дефицит например 100 или 200 калорий или 300 может добавиться как бы на практике еще хуже и к чему это привело вот это график за февраль это первый столбец это количество часов которые я поспал а второй столбец когда я проснулся время и нам первый столбец интересует вот я начал не употреблял ашваганду да это начало февраля и я уже там бросил сидеть на диете потому что ну два месяца я продержался и мне реально хреново стало уже как бы ну сон просто сон нарушился и это не жизнь с таким сном да и мы видим что примерно так происходило шесть часов три с половиной часа поспал потом я просыпаюсь в поту там мне жарко я два часа заснуть не могу хожу просто три часа заснуть не могу и потом ложусь еще два часа с половиной сплю да например в итоге там 6 часов получилось то есть так вот сон у меня такой был потом шесть с половиной часа проспал но это еще ничего через полтора часа то есть весь день не спал лег спать через полтора часа проснулся от жара там и так далее и потом 7 часов поспал в итоге как бы ну очень сильно нарушается сон когда на диете сидишь я вам об этом рассказывал уже ну вот как бы жестко было я уже думал что все брошу последний шанс попробовать решила шваганду именно справится ли она за счет понижения кортизола а сон нарушается за то что кортизол подскакивает в из-за низкой калории ну да и за то что ты на диете сидишь низкая калорийность тебя жир горит он горит в основном по ночам естественно уже днем ты ешь а ночью ты не ешь и калорий весь нехватка калорий ощущается ночью организмом и он сжигает же весь жир то есть запасы для термообогрева и кортизол подскакивает невероятно что просто вы можешь в поту проснуться с чувством жара на и как только я начал пить ашваганду вот обратите внимание это только первый месяц идет сразу скажу что первый ну через четыре дня вы ощутите 50 процентов эффекта через восемь дней сто процентов где-то будет эффекта снижения кортизола и еще через неделю то есть в сумме две недели надо подождать чтобы тестостерон еще поднялся сначала первая неделя 8 дней грубо говоря кортизол понизится вторая неделя повысится тестостерон чем это выражается повышение тестостерона даже не хочу сдавать анализ на тестостерон потому что у меня либидо повысилась наверно процентов на 300 за два месяца то есть в три раза я не знаю это точно может быть четыре ну три с половиной четыре раза невероятно поэтому тестостерон точно повысился туда же ну как бы даже анализ я не сдавать на что я сдавал до этого он достаточно дорогой потом может быть сдам как когда-нибудь ну в этом году ну и вот и как только я употребляю смотрите вот считать не буду можете видеть общую тенденцию что сон улучшается улучшается до на паузу там нажмете кому это подробнее интересно улучшается улучшается и относительно того что было это очень очень хорошие показатели поверьте но самое чудо началось на втором месяце его собственно март да вообще если давать умеренную нагрузку там велотренажер погулять просто походить ну не бегать не переохлаждаться на улице да то есть дополнительного стресса чтобы не было сильно спортом не жечь калорий дополнительно которые так уже жгутся как я уже сказал то получается в марте месяце вообще стремиться к идеальной картина то есть я зачитывать не буду но сами видите сколько часов я сплю до все больше и больше и больше как бы и больше и больше в спячку погружаюсь вот ну два раза только было пять и шесть часов и один раз было пять часов да то есть вот буквально вот позавчера сон нарушился а до этого сон фактически стал идеальным и это просто я считаю чудо чудесное чтобы был такой сон когда ты сжигаешь фактически минус 32 процента энергии то есть минус 32 процента нехватка энергии у меня по калориям и так улучшился сон это что это такое это чудо чудесное поэтому если у вас есть какие-то проблемы со сном можете смело садиться на шваганду и там накопительный эффект идет на к аккумулятивной да и где-то на втором месяце вы просто не узнаете себя за счет того что сначала понизится кортизол потом повысится тестостерон потом организм перестроиться начнет все лучше и лучше спать будете дольше и дольше высыпаться мы это видим на графиках да то есть первом месяце он только понизился кортизол повысился тестостерон и только на втором месяце через 30 дней уже как бы можно сказать идеально потому что только два дня в месяц ну три дня в месяц не досыпать ну на нехватке калорий я считаю это можно сказать идеальный результат вот ну что те кто сидел на сушке те знают что это основная проблема спать не можешь но это жестко бывает очень даже вот и как бы на паузу можешь и нажать как бы я графики показал да то есть что это не фейк я специально все записал сейчас вообще все записываю стараюсь и ну как бы о дозировке я сказал и можно сказать тогда а передозировки еще добавить передозировка согласно опять-таки исследованиям это пять граммов 5 граммов экстракта ашваганды может дать передозировку здесь в одной капсуле 700 то есть нужно 7 алиса не грызи нужно 7 таких капсул чтобы получить передозировку и речь идет только о длительном приеме то есть если даже я съем 7 таких капсул то передозировки фактически не будет понимаете если длительно ты например месяц по 7 капсул тогда будет передозировка и будет повреждение печени ну как бы в малом количестве соответственно все лекарства в большом количестве может быть ядом думаю тут все понятно объяснять не надо то есть фактически никакой токсичности нету она это вещество очень хорошо изучено можете перепроверить если не верите я все ну все данные посмотрел много исследований и можно сказать что токсичность близка к нулевой если она вообще есть и единственное что хочется отметить что когда ты употребляешь ашваганду то она полностью метаболизируется в печени и поэтому в этот возможно ну как бы несовместимость с алкоголем возможно подчеркиваю это не доказано то есть эффект не такой как будет наверное парацетамол с алкоголем там будет повреждение печени тут возможно повреждение печени не будет больше не доказано что токсичный эффект есть но на всякий случай я не сам так не делаю и не рекомендую алкоголь принимать вместе с ашвагандой то есть просто в этот день ашваганду не употребляете а через день можете двойную дозу там употребить 100 например миллиграммов витатриенолов до употребить две капсулу вот может повыситься а лт и а ст в печени то есть как бы нагрузку на печень дает но не токсичную нагрузку просто как бы вещество которое в печени метаболизируется и курс рекомендованный три месяца вот но некоторые употребляют пожизненно фактически или можно три месяца сделать паузу и снова на три месяца но эффекты такие крутые как я уже сказал что я просто стал другим человеком по сути да и было бы неплохо на на пожизненно или по крайней мере пока похудею там будет видно вот но вот это вот эффект тестостерона он просто невероятно ощущается я просто чувствую себя 18-летним подростком да как бы хочется именно вот я помню я записывал видео там когда был 18-летний там ну все иллюминаты я вас сейчас буду уничтожать то есть такие утренние видео до после чефира и вот сейчас точно такое же ощущение просто я сейчас буду уничтожать неважно кого там китик это блять ватника серунца там блять ватников просто у иллюминатов просто хочется уничтожать понимаете такой вот эффект жесткий блять от тестостерона и тестостерон поднимается за счет чего надо отметить за счет понижения кортизола они как бы связаны в организме понимаете они идут рука об руку меньше кортизол тогда будет больше тестостерона то есть это естественный бустер и и поэтому абсолютно безопасный и поэтому нет никакой причины не употреблять ашваганду тем более что она так относительно дешево вот поэтому абсолютно все должны попробовать да ощутить этот эффект омоложения я бы сказал да именно эффект омоложения такое чувствуется когда ты просто ну хочешь уничтожать блять единственное что у меня нет энергии да на творчество потому что я на диете все как бы хочу уничтожать я бы сейчас там как бы даже фильм может быть снял но как бы энергии нету да потому что серьезный дефицит энергии фактически каждый день у меня на диете а уничтожать хочется как бы и раздражительности никакой нету то есть просто лежишь слушаешь музыку как-то ну начали на расслабоне но при этом парадоксально но хочется как бы уничтожать иллюминатов там кого угодно то есть такое противоречивое действие не так что ты типа расслабился спокойно и лежишь как уволение нет такого не ощущается абсолютно полноценно ведешь образ жизни как бы хочешь что-то делать к чему-то прийти и так далее ну как в молодости да то есть как бы обратный процесс оскуфения начался и действительно не трансмиттеры они изменяются в головном мозге потому что и как я уже сказал даже после виски там на третий день эмоциональных качелей фактически раздражительности никакой нету даже раздражительность нету коньякта он не так всегда полезен да помните я надеюсь но дорогой а тут еще даже эмоциональных качелей нету то есть благодаря нормальной дозировки ашлаганды вот ну и либидо в более чем в три раза вы никак другим способом не увеличите вот опять таки не совсем плюс да но могу сказать что блин скорее скорее плюс ну что как бы чувствуешь себя молодым именно в этом плюс они в самом либидо да но по-другому никак ты либидо не поднимешь и так вот омолодиться ну как бы не сможешь именно почувствовать себя молодым поэтому мой финальный вывод как бы поэтому баду что это действительно чудо чудесное блять пожалуй это вообще можно даже сказать лучшее что случалось в жизни такие вот хвалебные отзывы потому что ну я фактически изменился даже и ментально как бы и внешне и внутренне меняюсь да то есть как бы чувствую себя молодым поэтому вам обязательно попробуйте то есть и напишите свой отзыв свое мнение вот покедова всем удачи успехов